всем привет это заключительная часть нашей поездки в долянь и в последний день мы решили отдохнуть после экскурсии и перед дорогой домой с утра пораньше мы отправились на пляж подышать морским воздухом и послушать шум моря на улице прохладно плюс 16 градусов то свете солнышко то накрапывает мелкий дождик и пляж практически пустой холодные волны хлюпают от берег а вода цвета ржавчины после шторма казалось бы куда там купаться простудишься но долой осеннюю депрессию одеваем гидражку разминаемся прогреваемся хорошенько берем серф и айда ловить волны и хорошее настроение ну а мы пойдем гулять по пляжу здесь можно найти камушки самых причудливых форм и цветов фиолетовые золотые черные зеленые утес на котором построен отель состоит из мягких пород и волны превратили его в предмет искусства желтые ярко оранжевые камни в сочетании с ярко зелеными водорослами выглядит фантастически нам еще повезло и мы попали туда во время отлива а в лагунах и на камушках бегают тысячи таких вот животных это причальная плотва каменные вши и религия экзотика по научному они обитают в приливной зоне и могут жить как под водой так и на суше а рядом с ними обитают такие милые но трусливые крабики у кого-то будет питательный зал трак начался прилив припустился дождик и мы решили пойти греться кстати сад в отеле очень красивый тут много разных статуй фонтанов и лестниц сюда часто приезжают делать свадебные или праздничные фотосессии через дорогу от отеля находится горячие источники вот туда мы отправимся такие вот тут источники 43 градуса в детском решила покупаться опа вот это круть валюн помахать и весь кто тут шарик а осенние грядки черноврывцы вот здесь какая-то молочная водичка 42 градуса а вот эти источники 41 градус тут водка добавлю да заходишь все и водкой пропитываешься напишешься реально по запаху с водочкой водка попахивает надо сходить в вино бассейн с вином а это источник с вином но по запаху что-то отдаленно напоминает на цвет скорее всего такой благодаря красителю но приятно здесь у нас 46 градусов источник лавандовый оказывает отбеливающие противовоспалительное очищающая кожу противовоспалительное балансирующее выделение масла google translate ролит источник с османтусом 38 градусов снимает менструальные боли очень актуально и очищает легкие и легкие чистить менструации у нас нет ой пахнет классно ну один из самых кстати приятных таких ванн пахнет классно а здесь источник незабудка питает кровь регулирует менструацию способствует менструации да бля наша менструация пойдет обмен веществ в организме повышение иммунитет готовимся к менструации биздит как-то он источник фиолетовая весна помогает вам спать и предотвращает простуду против усталости улучшение детоксикации улучшение головные боли при мигрении эффективность гол пахнет кстати охрененно пахнет вот этой фиолетовой фантой какими-то ягодами но хорошенький такой сейчас тут надо пять минут полежать здесь у нас фонтан тубероза он снижает артериальное давление защищает печень устраняет стресс и успокаивается пошли зачищать зачищать песен и успокаиваться 2 белки и маму белки папу белки ухты тут финички летают шикарно белки тоже снимают стресс и успокаивают когда дети гуляют вот ребенок зашел успокоился и вышел чудо источник мятная весна температура 41 42 градуса обладает эффектом рассеивания ветра и тепла прояснение глаз и боли в горле а также облегчение депрессии пошли проявлять ослаблять я не знаю чего ох но тут по температуре градусов 46 целиком сюда залезть так тяжеловато чуть-чуть пахнет источник волчья ягода весна он имеет функцию питания почек и сущности питание печень улучшает зрение вырабатывает жидкость и утоляет жажду эффекты увлажнения легких и облегчение кашля пять минут и тут погодим садовники тут такую красоту насадили источник динамическая пружина динамический поток воды способствует улучшить кровообращение улучшать и обмен веществ улучшаем обмен веществ ух ты здесь у нас огроменный крытый бассейн в баре продают разные снеки безалкогольные напитки пива здесь нет лайфхак берите с собой термосы в них можно носить не только чай и кофе снова зарядил проливной дождь вечера уже все были совсем голодные поэтому надо было двигаться к выходу с наступлением темноты зажигаются сотни таких фонариков и сад вспыхивает яркими огнями осенних цветов на первом этаже отеля мы покушали и теперь можно идти на пляж взрывать пикарды и салюты олень в среднем в саляте в саляте в саляте в саляте в саляте Здесь прямо на набережной ходят торгаши и продают такие вот мини-фейерверки и бенгальские арениты. Их можно купить недорого, можно взрывать на пляже и заодно не дарят кучу позитивных эмоций. Ну все, погуляли, а теперь пора домой. Вообще не хочу уезжать из Крыма из-за лужды. Как здесь классно вообще. Далянь нам очень понравился. Это прекрасный город на морском побережье. Здесь прекрасная атмосфера, приветливые люди. Нет ощущения перенаселенного мегаполиса, как в Пекине. Цены радуют. Мы даже задумались, а не переехать ли нам сюда жить. Мы много чего успели здесь посмотреть, но много чего мы не увидели. Так что обязательно еще вернемся в Далянь. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.